От Изюма до горячих точек в Славянске и Краматорске несколько десятков километров. Местная милиция перешла на усиленный режим несения службы. В городе сосредоточены силы МВД, Минобороны и Нацгвардии. К блокпосту ГАИ на выезде из города попадаем затемно. Автобус встречает вооруженные автоматчики. Пост укреплен бетонными блоками, мешками с песком, тяжелой и летательной техникой. Именно здесь заканчивается Харьковская область и начинается Донецкая, где сейчас проходит антитеррористическая операция. В связи с этим здесь на блокпосту усилены меры безопасности. Службу несут и военные, и правоохранители. У них на вооружении бронетранспортеры, вертолеты и стрелковое оружие. Правоохранители досматривают автомобили и грузовики. Правда, не все выборочно, те, что попадают под подозрения. Ежедневно здесь задерживают более двух десятков подозрительных личностей. Для выяснения обстоятельств их отправляют в райотдел. Правоохранители говорят, попыток провести на Харьковщину оружие пока не зафиксировано. По информации, в Славянске очень много оружия огнестрельного. И оно расходится и как к гражданским лицам, как и к нарушителям порядка, и к бывшим осужденным. Поэтому нам бдительность не помешает. Воздушное пространство контролируют вертолеты. Периодически они приземляются на поле и снова взлетают. На одном из них журналистов отправляют на Краматорский аэродром. Именно там проходит антитеррористическая операция по освобождению объекта от захватчиков. Фашисты – первое, что услышали журналисты, ступив на горячую землю. Далее следовала ненормативная лексика и оскорбления, звучавшие по ту сторону ограждения аэродрома. Спецназовцы предупреждают. Сепаратисты построили баррикады, установили российский флаг, настроенный агрессивно. Под воинской частью обосновались после зачистки аэродрома. Жгут костры, выпивают и устраивают провокации. «Провокации, попытки, ну пока светло было. Большая толпа и на деревьях, и женщины, и не сильно взрослые юноши пытались, ну благо на предупредительные выстрелы в воздух и на крики реагировали вроде бы адекватно. Была волна, они подошли к ограждающей колечке и стояли, и провоцировали. Перепрыгнули обратно, перепрыгнули обратно. То есть чисто воды провокации». Контроль над аэродромом украинские спецслужбы вернули в ходе антитеррористической операции. Как только приземлились четыре вертолета, захватчики рванули за территорию воинской части. Операцию проводили спецподразделения внутренних войск «Омега» и антитеррористического центра СБУ «Альфа». Вопреки информации, распространяемой в российских СМИ, обошлось без жертв с обеих сторон, говорят военные. Хотя тяжёлые последствия вполне могли быть, ведь террористы были вооружены до зубов. «Сегодня, днём, во время штурма, так называемого их, наши снайперы наблюдали 6 человек с автоматами АКС-1, со снайперской вертолки». На территории аэродрома спецназовцы обнаружили большое количество стрелянных гильз от автоматического оружия и взрывные устройства. Спецназовцы уверяют, таких на вооружении украинских военных нет. «Сегодня, кстати, нашёл гранату. Не нашёл, чтобы сразу, она чёрная. То есть, ну, запал. Это люди мирные пришли сюда, на военные объекты». Были ли террористы заезжими или местными, военные не говорят. Не исключают, что захват проводили российские спецслужбы, а контролировать поручили местным сепаратистам, полностью их вооружив. А для живого счета, подтянув под забор аэродрома, женщины-детей. «Говорят, ничего хорошего там нету. Говорят, есть, находится у них огнестрельное оружие. Одно находится краткоствольное с продольно-скользящим механизмом огнестрельное оружие с хорошей оптикой, примерно 12 крат. То есть, достаточно, чтобы оттуда вести огонь по нам. То есть, несколько есть автоматов, 7,62, примерно 5, ну, в 5 штук в количествах. То есть, однозначно есть боеприпасы». Сепаратистов предупредили, если попытаются зайти на аэродром, территория которого принадлежит Министерству обороны, будет применено оружием. «Пытался вести с ними переговоры. Значит, в них четкий ультиматум. Или же вы складываете оружие, уходите, или же вы принимаете нашу сторону. Присягу принимал один раз, я присягал народу Украины». Приходится иметь дело с очень сильным противником, признают украинские силовики. Серьезным, квалифицированным, профессиональным оппонентом. С хорошим уровнем подготовки, знанием тактики и опытом боевых действий в горячих точках. Количество зеленых человечков в Донецкой области увеличивается каждый день, заявил руководитель антитеррористического центра Василий Крутов. Попасть на территорию Украины для них не составляет труда. «Я назову буквально две цифры. Те, которые дают оперативные подразделения специальных служб Украины. Позавчера 150 человек было, тех, которых называют зелеными человечками. Вчера добавилось 300 таких. Я не говорю, а сколько было до этого времени. Ну вот приблизительно такие цифры. Как будет завтра, ну жизнь покажет. Для профессионала пройти границу – это все равно, что нам, знаете, в детстве в кино сходить». Украинские спецназовцы настроены на очень тяжелые ближайшие дни. Говорят, антитеррористическая операция будет продолжена и в ее ходе будут освобождать захваченные пророссийскими террористами города на востоке Украины. Татьяна Датяк, Антон Калита, Агентство телевидения новости.